Следующий вопрос То есть Сразу Пересечением суры Фатиха Надо ли ее произносить в слух Так же как читаешь ты в слух Фатиху Например, в намазе Магрибе Или надо ее произносить про себя То есть в намазах, которые читаются про себя Понятно, что делается про себя То есть речь не об этом Сейчас этот вопрос рассматривается Относительно тех намазов Которых суры читаются в слух А это Фатир Магрибе Иша Понятно или нет? Так вот, перед чтением Фатихи Истиазу тоже в слух надо произносить Или ее произносит про себя А в слух произносит только саму Фатиху Говорит Хал Ибнураджев в Кельфад Говорит Ибнураджев Большинство ученых считает Что в тех намазах, в которых суры читаются в слух Истиазу нужно читать про себя Про себя, то есть не в сердце просто А шевелить Как называется, губами Так или нет То есть произносить, но шепотом Говорит И это мнение Ибн Умара А также Ибн Масуда И большинство ученых А также передается от Абу Гурейры То, что он говорил, что надо произносить слух Так А у имама Шафии два мнения в этом вопросе А от Ибну Абилейли передается И это и это одинаково Хочешь слух, хочешь про тебя Знаешь, в вопросе сколько мнений получилось? Кто скажет? Три или четыре? Имама Шафии куда выкинули мнения? Его два мнения, как первое и второе То есть он не считается за отдельное мнение Так или нет? То есть получается три мнения в вопросе Некоторые сказали слух Некоторые сказали про себя Ибн Абилейли сказал Можно слух, можно про тебя Три мнения в вопросе И у тебя отметьте то, что От Ибн Умара, от Ибн Масуда и Абу Гурейры Шейх Мухаммад Низам Не нашел ни одного из этих асаров То есть сказал то, что Нет этих асаров Ни в одном из известных сборников То есть ни в одном из известных сборников Он не смог найти эти асары И возможно Ибн Раджаб Видел эти асары в каких-то книгах Которые до нас не дошли Или что-то подобное Или Шейх Мухаммад Низам Что Просто эти асары не нашел Вместе с тем, что они есть Так, факт То, что мы сейчас записываем То, что у нас на данный момент имеется Говорит дальше Шейх Мухаммад Низам И мнение большинства ученых Является правильным Потому что основа В тех поминаниях Которые произносятся в намазе А также в их дуа То есть в тех дуа, которые произносятся в намазе То, что поминания и мольбы В намазе произносятся про себя Произносятся про себя Это основа Так или нет Говорит Кроме как если пришло Пришел я Отдельный довод Который говорит Что какое-то конкретное поминание Нужно произнести в слух Например, когда хунут Пророк Салал Асалам Дел хунут На такие-то племена На такие-то племена Во время чего? Во время того, как пришло Какая-то беда и так далее Он делал это в слух Это дуа или не дуа? Дуа Дуа в основе должна произнести про себя Или нет? Про себя Но пришел отдельный довод Что эту конкретно дуа Пророк Салал Асалам Делал в слух Понятно или нет? Поэтому мы говорим Все поминания и все мольбы Которые есть в намазе В основе их надо произносить про себя Так или нет? Аскары во время руководства Во время саждации Слух произносят или про себя? Шепотом про себя произносят Ты же не кричишь их Так же, как читаешь фатику Так или нет? То же самое в намазе Что? То есть в Ашагуде Различные аскары Дуа перед салямом И так далее Все это ты произносишь про себя Шепотом Так или нет? Поэтому основа То, что ты делаешь про себя И если пришел отдельный довод Что какой-то два Или звикар Надо делать слух Тогда делаешь слух